Приют для бездомных животных. Четыре лапы получает посильную помощь не только от взрослых северодвинцев, но и от школьников города. Учащиеся приходят в гости к четвероногим два раза в неделю и не с пустыми руками. Помимо внимания и ласки, животные получают из рук детей угощения. А заодно надежду, что рекордное для приюта количество щенков за счет новых хозяев вскоре сократится. Не бойтесь, не бойтесь. Я буду влезать пытаться. С порога семиклассников 22-й школы встречают постояльцы приюта. По словам волонтеров, школьники приходят в гости два раза в неделю, всегда с подарками. А эти юные северодвинцы здесь впервые. И даже несмотря на аллергию, Дима Мальцев рад встрече с бездомными. Животные на самом деле хорошие. И хотелось бы, чтобы приходили и брали их. У нас в школе тоже год назад приходили и взяли ребята животных. Так что это все не бесполезно. Сейчас число подобранных превысило 300. Щенков 52. Это рекорд для четырех лап. Последних подкинули прямо к воротам приюта. Из десяти волонтеры подобрали только четверых выживших. Так школьники наглядно убеждаются в недобросовестности некоторых взрослых. У меня у самой две кошки, два кота. Кошка и кот. Маленький и большой. Будь моим волей, я всех взяла. Так жалко их вообще. Кошмар. Милые, больные, пушистые. Для животных это полезно и для детей. То есть дети в принципе видят о том, что надо помогать животным, что бедные и несчастные животные, что с ними происходит на улице. Ну и плюс общение все равно прививает любовь к животным. Здесь ученики 22-й школы познакомились не только с теми, кто борется за жизнь, но и с теми, кто только начинает жить. Им в подарок северодвинцы принесли корм и игрушки. Благодаря неравнодушным семиклассникам, надеются волонтеры, многих постояльцев заберут в семьи. Кстати, в апреле приют отметит день рождения – три года. За это время свой дом обрели 2600 животных. Марина Хохлова, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.